Первую полноценную встречу с журналистами губернатор посвятила реализации майских указов президента. По словам Орлова, их в этом деле владимирские власти преуспели. Особенно в увеличении зарплат в социальной сфере. Мы, оказывается, на лидирующих местах по этому показателю в ЦФО. В отрасли социального обслуживания Владимирская область вышла на первое место в России по достижению соотношения уровней заработной платы к средней зарплате в целом по региону. Поэтому по социальным вопросам здесь как бы отработаны. Доложив о достижениях в реализации президентских указов, перешли к вопросам. О самом главе государства тоже вспомнили. Недавно он планировал посетить съезд муниципальных образований в Суздале. Древний город к визиту главы государства подготовили. Сделали дороги, провели освещение. Да и внешний вид домов городоначальники чудесным образом преобразили. На что интернет-сообщество отреагировало с неприкрытой иронией. Губернатор ничего плохого в таких методах наведения лоска не видит. Закрыли баннерами дома, которые развалены. Чтобы решить, кто собственник, где этот собственник, чьи это дома. И закрыли, и правильно сделали. И никакой показухи никто никому не показывал. Зато надо всем хорошо показаться в Сочи. Поделилась Светлана Юрьевна и планами участия региона в предстоящей Олимпиаде. Владимирская область там представлена будет. Правда, пока лишь в выставочном формате. Нет, в Олимпиаду мы поедем и сделаем выставку очень хорошую. И думаю, что приглашение уже у нас есть. Вот сколько дней сейчас не готова сказать. Ну, естественно, это не вся Олимпиада. Главная работа здесь. А здесь остров стал вопрос о канализации Вяткино. В поселке уже на протяжении нескольких дней сточные массы стекаются в местный водоем. И сопровождается все это характерным ароматом. На эту ситуацию уже отреагировала и прокуратура. По результатам проверки оказалось, что администрация поселения не приняла своевременных мер по устранению аварии и ликвидации ее последствий. В итоге прокурор привлек виновных к ответственности. По мнению губернатора, ответить должен и глава Судогодского района Стародубцев. Сегодня я буду проводить селекторное. Скажу, чтобы он там свой рабочий стол поставил в Вяткино. Если он там не может навести порядок. И сидит там и работает. Это его полномочия. Кстати, о разграничении полномочий Орлова сказала отдельно. По словам губернатора, все с мелкими проблемами идут к ней, а должны к местным властям. Сразу после встречи с журналистами Светлана Орлова планировала поговорить об этом с главами на селекторном совещании. И спросить с них, в том числе, как с настоящим первым снегом справились. Алексей Соков, Иван Людков, Шестой канал.